На стадионе «Торпеда» прошел общероссийский праздник «День физкультурника». Он отмечается каждый год во вторую субботу августа. Комитет по физической культуре и спорту совместно с партией «Единая Россия» приготовили для жителей и гостей округа много сюрпризов. С подробностями моя коллега Луиза Егезарян. «День физкультурника» — первый крупный праздник после долгой самоизоляции. Пришла пора устанавливать новые рекорды. На стадионе «Торпеда» проходит самая массовая одновременная игра в шахматы. 108 досок, 250 игроков. В Московской области такое количество участников впервые. Это не просто игра в шахматы, а флешмоб, посвященный спортивному празднику. Столы образовали в центре футбольного поля аббревиатуру ГТО. Таким образом, люберчане поддержали идею включить шахматы в олимпийские виды спорта. У нас создана такая хорошая, добрая атмосфера развития спорта. На сегодняшний день у нас порядка 70 видов спорта. Из них 19 – олимпийских. И мы это все развиваем. Это все благодаря вам, нашему управлению по спорту. Участникам праздника вручили благодарственные письма. Награду за волонтерскую помощь во время самоизоляции получили более 100 человек. Спортсмены признаются, что в этот сложный период любовь к профессии стала крепче. Самое главное место, мне кажется, в моей жизни занимает спорт. Это очень хорошо для жизни, для здоровья. В дальнейшем мне будет легче. Я считаю, что спорт – это очень важно. И каждый человек должен заниматься спортом. День физкультурника отметили и силовой эстафетой. Старт спортивному состязанию дал глава округа Владимир Ужицкий. За звание самых быстрых, ловких и смелых боролись 20 команд, в каждой по три человека. На пути спортсмена 8 испытаний. Преодолеть полосу препятствий нужно в сжатые сроки и с максимальной точностью. Я думаю, у нас все получится и займем первое место, потому что мы спортсмены. У нас у всех есть азарт, но мы всегда добиваем своего, и у нас очень сильная команда. Никаких препятствий для себя здесь я не вижу. Тренировались не зря, поэтому покажем класс. Самоуверенность не подвела эту команду. Ей удалось занять первое место. В день физкультурника спортивные соревнования прошли во всех поселках городского округа. И люберцы в очередной раз закрепили за собой право считаться территорией спорта. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.